Всем привет! Сегодняшнее видео будет про пустые баночки. У меня уже накопилось целый мешок. Сегодня я вам хочу показать и рассказать, чтобы вы или покупали, или не покупали. Надеюсь, это видео вам будет полезно. Ставим лайк, если вам понравилось. И смотрим дальше. Я переверну камеру, чтобы вам было больше и удобнее смотреть на баночки. И кому нравятся такие видео, оставайтесь со мной. Первое, что сегодня я вам покажу, это вот такой вот бронзер от Ardeco. Вот у меня уже вот он почти закончился. Его, в принципе, можно выбросить, но я его добиваю до конца, потому что он мне настолько подходит, что никакой Гоуэрлайны совершенно с ним не сравнивается. Такой оттенок, и причем он такой очень натуральный. Он не с блестками, он такой немножко как хайлайтер, но в то же время не хайлайтер. По-моему, это была лимитированная коллекция из SPF 15. Ноль четвертый номер. Всем советую. Я даже подумываю еще купить такой же. Но такой я уже не найду. Но что-то похожее опять Ardeco. В аптеке Буц у нас покупала целый набор вот такой ванилы. Очень приятные запахи, но как-то оставляют пленку, хотя считают, что натуральные, хорошие ингредиенты. Но как-то вот он даже скатывается на теле. Если банку вы, допустим, вот так вот плохо закройте, он моментально у вас засохнет. Так что как-то я не советую. Хотела показать вам еще вот такие. Сейчас у нас продаются для мытья. Ну, да я вообще использую для всего дома. Если такую видите, обязательно купите. Я даже развожу с водой. Можно мыть окна. Все настолько все хорошо оттирает, отмывает, что я даже была удивлена. И теперь я покупаю только вот это. И не знаю, что здесь за консистенция. Плюс она натуральная. И я очень ей довольна. Девчонки, попробуйте. Вот. Еще точно такой же крем. Вот от Буц аптеки. Вот бодибутер. То же самое. У меня, по-моему, еще есть. Я вам сейчас покажу. Запахи отличные. Ну, использовать если на ноги, то нормально. Но в основном он такой, как я вам рассказала, не очень. Потом покупала вот такой шампунь натуральный. У меня их было много. По-моему, еще парочку осталось. Когда были по скидке натуральные. Нормально. Если часто пользоваться, может пересушить кожу головы. Но нравится. Мы пользуемся всей семьей. Немножко получается иногда дороговато. Но постоянно его покупаю. Хороший запах, приятный. В общем, довольна. Пенится. Промывает голову хорошо. Следующее, что это L'Oreal Elvital. Если у вас, как у меня, волосы, вы осветляете, то он прекрасно вам подойдет. Если у вас, как бы, не окрашены свои волосы, то будет очень быстро жирнить волосы. Он с протеином. Мне понравилось. Я периодически покупаю. Потом вот такой близкий был новогодний. Ничего такого в нем супер не заметила. В общем, дочкой я пользуюсь. Обычный шампунь, как обычный. Так. Вот крем для тела от Victoria's Secret у меня закончился. Запах. Ну, специфический. Кому-то нравится, кому нет. Мне было нормально на каждый день. Когда выходишь из душа, никакого парфюма, в принципе, потом пользоваться не надо. Нормально носится. Не было никакой пленки на коже. В общем, понравился. Вот полностью использовала. Но будет подешевле, буду покупать. Вот такая маска у меня была. Для блеска волос. Я не знаю, у меня может быть слишком пересушены волосы. Я супер блеск не заметила. Но волосы, в принципе, неплохие, живые. Можно будет повторить. Они бывают по скидкам. Я по скидкам покупаю. Но, честно говоря, ничего такого супер не заметила. Покупала вот такой очень дешевый гель для душа, по-моему. Крем Берри называется. Неплохой для всей семьи. Запах хороший. Пользовались можно ванну, как для пены ребенку младшему. Очень понравилось. Так что можно покупать еще. Тем более, такая цена хорошая. А ты фраше для меня это вообще девчонки хвалит. У меня там занавески туда-сюда ходят. Поэтому может быть такой вот шум иногда. Для меня это гадость. Я использовала для бритья. Это использовала для тела. Хорошо, но щипит глаза. Для меня это просто ужас какой-то. Если попадает в глаза, это все. Мне не понравилось. Вот использовала я для мужчин. Запах хороший. Не знаю, почему муж не пользовал. Он попользовался, а потом перестал. Но мужчины у нас такие. Не пользуются нормальными вещами. Мне понравилось. Запах хороший. Не сушит кожу. Все прекрасно. Вот такой лосьон. С утра его невозможно пользоваться. Так как он скатывается под тональным кремом. В общем, он ужасный. Если только на ночь, то я ощущаю там спирт. В общем, думайте сами. Мне как-то он не очень понравился. Хотя многие хвалят. Но мне он не подошел. Себа. Вегиталь. Вот. Ну, не знаю. Кстати, многие говорили, что он скатывается, если вы его нанесете днем. Так что скатывается он. Вот такой дизодорант я покупаю очень часто. Если на спорт ходить, то нет. В течение дня, да. Но все равно будет запах. Нужно будет подправлять. Я пользуюсь с утра этим. В течение дня я еще пользуюсь спреем для тела. Вот. Тогда нормально. Ну, покупаю очень часто. Вот такой. Причем цена небольшая. Следующий. Вот такой биотерм отдавала мужу, потому что я совершенно его не поняла. Он мне вообще как-то никак вообще муж допользовал. Вот это и уцерин мне очень нравится. Гиарулоновый фильтр. В общем, гиарулонка. Мне понравилось. Я в восторге пользовалась еще с гиарулонными камсулами. В общем, понравилось. Беру и буду брать. Лицо подтягивает. И, ну, не знаю, прям мне нравится как. Виши Идеалия. Скинслип. На ночь пользовала. Нормально. Супер ничего такого, но хотя я вам скажу, что у меня кожа в отличном состоянии. Тут он заявляет, что лицо будет сиять изнутри. Ну, не знаю, ничего такого не заметила, но свежачок дает чуть-чуть. Вот. Болея. Масло масляное. На зиму, особенно когда у вас пересушенное шелушащееся лицо или с таким супер скрабом, который я вам как-то показывала. Отлично. Мне понравилось. Буду еще брать на подарки. Вот. Особенно в зимнее время, да. Но единственное, что если вы пользуетесь офигенно, супер много макияжа и тоналки, он будет вам размазывать. Нужно будет пользоваться тоником. Кому-то не понравится. У меня когда было сухое пересушенное лицо, был прям супер-пупер. Вот такой крем аптечный, Декубал. 18% жира покупала дочке. У нее бывает, ну, такая кожа очень сухая. Это как дети постоянно на улице, на лыжах. И очень сильно сушат кожу. Вот. И супер. Я ей даже подходила под глаза, убирала покраснения. На зиму буду покупать детям. В общем, дочке. И может, если будет такой же у младшего, буду покупать и младшим. Очень хороший крем. Можно брать больше процентов. Но я считаю, что вот это достаточно. Иначе будет просто жирное лицо. От Ифраше, как всегда, беру вот такой душ-гелий, ванной везде. В общем, ну, замечательно на нашу семью все. Ботарейки кончаются, поэтому нужно торопиться. Вот такая, в общем, маска от Ифраше. Она мне не щипала лицо, но, в принципе, нормально. Я пользовалась, так, перед душем. Мне понравилось, но пользуюсь только зимой. Буду брать со скидками, так не буду брать. Ну, как-то средне, в общем. И хорошо, и не супер нормально. Хотя мне понравилось после... Ну, как, после него лицо у меня, в принципе, было очень хорошее. Но смотрите, чтобы старый вам не дали. Я его измазюкала, да, совершенно до конца. Да, он, видите, я даже его разрезала и ставила. Ну, понравилась мне. Кисточка очень удобно пользуется. Вот так вот открывается он. Да, это off. Тут он и закрывается кисточкой. В общем, на шею декольте я наносила. Мне понравилось, неплохой. В общем, попробуйте. Но некоторое может щипать лицо. Но я думаю, это из-за градиентов. От Rituals. Вот такой парфюм. Я беру маленькие парфюмчики. Мне они нравятся. Они держат целый день. Некоторые даже шлейфовые. Некоторые такие летние. Такие травяные. Есть такие травяные, подслащенные. Очень довольны. Обожаю. Беру всегда новые в маленьком размере. Пробую что-то новое. Мне очень нравятся. И потом они настолько пахнут потом в комнате, что мне даже жалко выкидывать. Следующий. Вот такой был автозагар. Что муж, что я пользовалась. И, в общем, мы его выкидываем половину. Уж очень он оранжевый. И сразу такой становишься оранжевый. Ну, кошмар. В общем, не советую никому. Вот такой отломком. Забываю. Отпор от всего. В общем, хорошая текстура лица. И убирает, в общем, все как изъяны. Пигментацию, да? Корректор. Под тоналку очень классно. Увлажняющий. Мне понравилось. В общем, дорогой, но хороший. Потом вот такой бальзам. Шампунь у нас есть. Это вот кондиционер, да? Мне нравится, но как бы мне слабовато он. Такой он может иногда пересушить. И он не так вот волосы разглаживает. Но он, понятно, натуральный. Поэтому и такой. Но у меня их много. В принципе, на длинный волос расход будет большой. Мне нравится. Вот такой парфюм у меня закончился от Хлоя. Роза называется. Просто супер запах. Обычно мне от Хлоя вообще не подходит. Почему-то все я как-то кислым начинаю пахнуть. Не для моей кожи. А вот этот парфюм просто замечательный. Шлейфовый. Целый день. Плюс остается на кофточках. Просто супер-пупер. Всем советую хотя бы попробовать. Но обязательно пробуйте на себе. Супер. Думаю, что я его даже еще повторю. Следующий от Виши умывалка. Хорошая. Все смывает. Вот. Фреш-клинсингель. В общем, освежает. Все супер-пупер. Мне понравилось. Следующий дезодорант такой. С запахом парфюма. Мне понравился. Но если в спортом... Все, эликсир парфюма от Эфраше. У меня даже девчонки, которые пользуются супер-дорогими духами, спрашивали, что за парфюм. И когда я им говорила, что это от Эфраше, многие просто удивлялись. Причем они тратят большие деньги на парфюм. А спрашивали, что за парфюм. И, в общем, думаю, даже некоторые прикупили себе. Так что, ну, мне нравится. Хороший шлейф. И долго держится. Вот. Масло репейное для головы. Да, обожаю. И тем более она с перцем. Класс. Супер-пупер. Будет возможность. Достану еще. Аториаль. Хороший бальзам для волос. Муж обожает вот такую штучку от Эфраше. Постоянно ему покупаю. Он пользуется с удовольствием. И еще покупаю такую для глаз. Так что советую сделать мужьям подарки. От Эфраше вот такой у меня крем-рич крем. Ну, как, обожала зимой особенно. Шея, декольте, лицо. Даже где-то участки тела. Супер-пупер. Мне прислали очень большой объем. Допользовала до конца. Мне очень понравилось. Тут 30 масел. И, в общем, супер-пупер. Очень нравится. Вот такой от Эрифлейм. Крем для глаз. Мне понравился. Довольно неплохой. Но ничего такого не делает. С витамина С понравился. Есть еще такие штучки от Кекс. Потом вам расскажу. Неплохой крем. Понравился. Вот такой от Шанель Карандаш. Он мне очень нравится. 932. Для слизистой. Чтобы не сползал на целый день. Обожаю. Но очень дорого. Но нравится. Вот использовала этот боди-лоушен. Для тела. Но я пользовала в ванной. У меня стоит в каждой ванной. Так нажимаешь. И руки машут. Как крем для рук после мытья. Очень понравился. Офигенный запах. В общем, покупаю. Деклер. У меня была, по-моему, эта умывалка. Супер. А, нет. Боди-милк. Это. В общем, мне деклер все нравится. Всем советую. Просто обожаю деклер. Особенно за их запах. Как будто вы побывали в спа. Лореаль. Крем. Ревита лифт. Для вокруг глаз. Мне нравится Лореаль. Честно вам скажу. Пользуюсь. Иногда покупаю. Один крем дорогой. Потом Лореаль. Потом еще какой-нибудь. В общем, нравится крем. Всем советую. Может быть, чудес не сделает. Но мне подтягивает. И кожа вокруг глаз не сухая. Хорошая. Так что. Очень нравится. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Всем пока.